Радио Болтком Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос У меня было без господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, доброе утро Всем, кто подключился к радиоболтком Кто нас слышит, Олег Пеков в студии Начинается программа Добро пожаловаться Я напоминаю, что вы можете позвонить в эфир Задать ваши вопросы Спросить на все волнующие вас темы коммунального хозяйства Наших уважаемых экспертов Это председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир И председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Здравствуйте, Сергей Доброе утро А также эксперт с опытом организации Руководства частных муниципальных домоуправлений В том числе и РНП Айвер Контарев, который тоже с нами на связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Телефоны 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Также можно писать нам на WhatsApp Присылать ваше сообщение 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Ваши вопросы обязательно мы озвучим в эфире И зададим нашим уважаемым экспертам Пока вот, может быть, хотелось задать Вот, может быть, вопрос, который наверняка сейчас всех волнует Прошла новость вот на прошлой уже неделе О том, что собираются объединять муниципальные предприятия Это Ригас Сервис Ригас Пилсет Бурвникс Это центральный рынок И, по-моему, Рига с нами Вот что, по вашему мнению Как это может отразиться на жизни простых людей Что это означает Какие перемены Всегда все понимают Что значит, если меняется Что-то может подорожать Айвар, ну тебе Ну, про РМП Я так понимаю, что информация не прозвучала Да, не прозвучала Что касается РМП РМП остается сама по себе Ну, эти отдельные структуры Ну, они работали Каждая сама по себе Были созданы Каждая для своих функций Да, ну, часть их объединяя Будет ли какой-то эффект Жизнь покажет Сомневаюсь Потому что, ну, есть несколько проблем Нужно понять, что мы решаем Да, ну, чем недовольны Центральным рынком недовольны Рига с нами недовольны Да, или чем недовольны Вот Канг Или вот этой организации Еще третий Если Понятно Чем недовольны Что решать Ну, тогда, наверное Цель ясна Давайте вперед Да, ну, если Цель не ясна Просто там Какая-то реорганизация Для чего-то Да, может быть Для того, чтобы Под Скажем так Часто Под Фоном Реорганизаций Это просто Вариант Как избавиться от людей Уволить побольше людей Я надеюсь, что это не так Что Грандоначальники наши знают Что они делают Что есть какое-то Недовольство Этими структурами И именно это Является какой-то целью Что есть Разработал план Как вот Что-то улучшить Да Каким образом Это поменяется На тарифе Ну, эти организации Они обслуживают Что-то Центральный рынок И Те дома Которые Даются По Помощи Да Ну, здесь Не особо видно Какого-то рода Эффективизация Всего Это Часто Слишком Разноплановая Деятельность Этих организаций Чтобы То есть Одна явно И резко коммерческая Вторая явно И резко социальная Функция То есть Как это будет Объединяться Как это можно Эту психологию В одном месте Соединить Ну Думе виднее Олег Я хотел бы напомнить С прошлой передачи Осталось Три вопроса Первый вопрос Относительно Того Что надо Обязательно Ставить Балансировочные Клапаны На дом После Модернизации Системы Отопления Я скажу так В любом случае Это очень полезно Потому что Если вы правильно Отбалансируете Дом Вы обеспечите Более Равномерное Распределение Тепла По дому И за счет Этого Избежите Повышенных Считов Это Первый вопрос Второй Относительно Если нормативы На мостки На чердаках Когда утепляются Чердаки Необходимо Строить мостки Каких-то Особых Нормативов Нет Это определяется Чисто Заказчик То есть Строитель Попровелив Проектант Закладывает Или Строитель По согласованию Заказчик И третий Вопрос Там Да Но там Вопрос был Именно такой Что Если эти мостки Действительно Узкими Оказались Может быть они забыли Обговорить Все-таки Вот этот момент И Можно сказать Что такое узкие Тоже сложно сказать Это не тротуар Где есть нормативы Это не эвакуационный путь Где есть нормативы То есть Если Две доски Проложены И по ним Можно Таким Осторожным Балансирующим Шагом Пройти Может быть Этого и достаточно Здесь очень такой Вопрос Это определяется Ну чисто индивидуально Не трудно комментировать Потому что Каждый там Квадратный метр Мостков Он чего-то стоит Надо ли делать Там все Сверхкомфортно Трудно комментировать И третий вопрос Был Относительно того Есть ли где-то Курсы старших домов Насколько я знаю Больше курсов Таких нет Но Мы с Аевром Поговорили И у нас есть Предложение Мой почтовый адрес Вы легко можете Найти в интернете Просто в гугл Наберите БАК-2 Выскочит информация О кооперативе И мой почтовый адрес Мы готовы Создать виртуальную группу Где не будет Никаких курсов Но мы можем Совершенно спокойно С вами пообщаться По всем актуальным Для вас вопросам То есть Или в зуме Или на другой платформе Где можно собрать Там Несколько человек Мы можем Готовы с вами Пообсуждать В оговоренное время Актуальные для вас Такое предложение Это уже будет Конкретные вопросы Для оставшим А вот раньше Я так понимаю Что такого рода Были курсы А кто их организовал Почему их нет не стало Это было Собственно Еще до меня В РМП И там было Такое Интересное Сотрудничество Между Думой Это было Во время Мэра Ушкова Когда тоже к нему Приходили старшие Старшие по дому И спрашивали Что вот Ну нужно какое-то Образование Какую-то программу Создать Чтобы ориентироваться В элементарных Вопросах В обслуживании Домов И тогда Как-то Дума финансировала Эту программу И мы В своей очереди Как РМП Мы тогда Добавали Весь необходимый Персонал Которые Своих сотрудников Которые Обучались Практические Точки зрения И тогда Получалось Такое хорошее Сотрудничество С этими Старшими Домами Потому что Во время Этих курсов Знакомились Лично Получались Личные Контакты И дальше Уже Старшие по дому Они не только Были более Теоретически И практически Уже подкованы Но у них И получался Отличный Контакт И они знали Такой большой Организации Как РМП Кому обратиться Чтобы напрямую Не через колл-центр Именно напрямую Решать вопрос Но к сожалению Настали новые времена Наверное Это была Как больше Какая социальная программа Это не был Бизнес для кого-то Просто Помогали людям Ориентироваться Из этого Вот такой вакуум Настал И мы действительно После прошлой Передачи С Сергеем Подумали И мы только за Потому что К нам тоже Обратились бывшие Сотрудники РМП Которые в то время Преподавали в этих курсах Они тоже за Просто так Делиться своим опытом Знаниями И подсказывать Что Как Ориентироваться В этих всех Сложных вопросах Так что Мы придумаем Правильную платформу Для этого Скорее всего И запустим Просто Чтобы Была Возможность Тем людям Которые Интересуются Как-то Дальше Узнавать И для них Необходимый вопрос Это не коммерческая Никакого рода Коммерческая Неорганизация Это просто Мы будем Помогать Всем Кому это На дна Дайте Которые желают Что-то узнать Я напомню Хотел бы Уточнить Что на самом деле Если говорить о курсах Не для старших домов А в государстве Есть Программа обучения И Низшая ступень Программа обучения Управляющего Это нам Упарзанец Это такая Полугодичный курс Который преподается В юридическом колледже Еще в нескольких колледжах Насколько мне известно И это дается уже Такое Низшее Профессиональное образование Для управляющего дома Мы предлагаем Несколько другое Я полагаю Что старших домов Важно Понимать Своё место В этом процессе Понимать Каким образом Вообще Проходят Эти процессы Не нужно знать Досконально Вообще Все Нужно Ориентироваться В самом процессе Поэтому Такие беседы Могли бы быть Направленные беседы По определенным вопросам С старшими домов Да и общение Между ними Самими Это было бы Неплохой вещь Кто хочет Пожалуйста Дайте о себе знать Я напоминаю Телефоны Нашего прямого эфира 67212 93 9 67213 93 9 Я напоминаю Что ваши вопросы Вы можете присылать На номер 2306191 2306191 Опять-таки Все ваши вопросы Обязательно озвучим А вот какие вопросы Чаще всего Возникают Или могут возникнуть У старших по дому Вот с какими проблемами Они чаще всего Сталкиваются Которые могут вызвать Вопросы Непонимания Сложно сказать Но чаще всего Качество обслуживания Качество услуги И стоимость Ремонтов Обычно Эти все вопросы Возникают Постфактум То есть Сначала что-то происходит Потом начинается Большой Шум По поводу того Что дорого Недорого Целесообразно Нецелесообразно Поэтому здесь Нужно просто-напросто Объяснить людям Еще раз Может быть Они не всегда Понимают Как происходит Вообще Планирование Работы Домоуправления Когда и на что Нужно обращать Внимание И каким образом И как лучше Организовать Коллектив Дома Скажем Коллектив Собственников Для того Чтобы мобильно Принимать Решения Те которые Необходимы И в интересах Дома Это такие Главные Потому что Ставший по дому Не является Тем человеком Который решает Человек Который является Коммуникатором Между Домоуправлением И Сообществом Дома Это первое И второе Это тот Который Как правило Выбирает Приоритеты Определяет Приоритеты В ближайшее Время По дому Поэтому Здесь с ними Надо говорить Но есть еще Наверняка У них масса Непонимание Как и что Работает В принципе Для дома Вот именно Значение Такого Человека Как выбирают Или это должен быть Человек Из низов Сам Или кого-то Если назначают Старшим по дому А он не хочет Нести на себе Такую груз Ответственности Во-первых Старший по дому Не назначается Он выбирается Поэтому Это должен быть Человек Который Искренне Заинтересован Что-то решать В целях Своего дома Это же человек Который представляет Всех собственников Квартир Дом По идее Это человек Который Либо У него Просто ограниченная Функция Это обеспечение Обмена информацией Между управляющими Домом И Собственниками Квартир Как эту функцию Отдельно реализовать Я не очень Представляю Но закон И так Либо Это человек Наделенный Определенными Полномочиями И доверием От дома Для того Чтобы Влиять На процессы Управления То, что там Я не хочу А меня назначили Ну и что Ну и не буду делать И что На этом и закончилось Но есть такие Действительно Случаи Когда в доме Не находится Инициативных Людей И в принципе Да полно таких домов Это дома Неорганизованные Полностью То есть это дома Где Вот мы получаем Звонок Я ходил туда Я ходил туда Я один в поле Войми Ничего сделать Не могу Ну Усилия этих людей Которые один в поле Воин Они вызывают Уважение Но они не будут Эффективны Ставший по дому Это больше Организаторы Общественного мнения Сказал бы так Если в очень Общих слов То есть реальная власть Ну как бы Власти у него нет То есть Каких-то полномочий Функций То есть это Вы знаете Это всегда связано Если я имею Мнение Если я имею Упорство В продвижении Своего мнения То рано или поздно Я получаю поддержку А значит и власть Здесь все взаимосвязь У нас еще Кстати осталось Одного Скорее это Комментарий Был По поводу А Ну у нас Есть звонок Напомню 6 7 212 939 Здравствуйте Доброе утро Доброе Будьте добры Вот по поводу Пару слов По поводу Старший по дому Есть Такие Определения Старший по дому Пионворота Персона Или еще Возможно Какие-то Скажите Пожалуйста Их права И обязанности Где-то Зафиксированы В каких-то Документах Или просто так Как Как решат Люди Там в доме Спасибо Если говорить Терминологии То Старший по дому Это вообще Выдумка газеты Какой Не знаю Но это выдумка газеты Юридически Такого термина Нет Есть Контакт Персон Закон об управлении Жилыми домами Говорит о том Что в доме Должна быть Контактная Персон И это Обязанность Этой персоны Организовывать Информационную Связь между Домоуправлением И жителем И есть Юридическое Понятие Пинворота Персон То есть Доверенное лицо Это лицо Избирается На собрании И наделяется Определенными Полномочиями Но как правило В стандарте Пишут совершенно То что не нужно Было выписать В стандарте пишут Там Контактировать С домоуправлением Знакомиться С делами С метами И так далее Это вообще Права и обязанности Любого Собственника Квартиры Есть еще Более детализированные Допустим Контактная Персон Может согласовывать Ремонтные работы И вообще Подтверждать Необходимость И согласовывать Ремонты С определенным Лимитом Может там Еще какие-то Вещи решать Но тогда Эти полномочия Должны быть Прописаны В решении Собрания Никаких других документов Нет У полномоченной Персоны Если такая Избирается Она должна быть Наделена Полномочиями И единственное Кто это может Сделать Это Собрание Что они Полномочия У нас Между тем Еще один Звонок Здравствуйте Здравствуйте Алло Да-да Вы Говорите Я вот Был Старшим По дому Вот Меня выбрали Но когда Я приходил В РНП Меня там Шпняли Как Котенка Это вам Не положено Знать Это Где ваши полномочия Мы Безграмотные Люди А вот После Меня Пришел Аферист У которого 10 домов В обслуживании Он себе Набрал Там 10 полномочий И в том числе 3000 евро Он мог Без людей Тратить На всякие Ремонты Как Вот это Сделать Чтобы люди Выбирали И знали И давали Полномочия В оптимальном Порядке Как Как Сделать Как Сделать Чтобы люди Выбирали Не знаю Люди Должны Выбрать И люди Должны Дать Полномочия И люди Должны Смотреть Кому Они Дают Полномочия Понимаете Тут вопрос Такой Аферист Не аферист Но Чаще Всего Какой-то Финансовый Лимит Управляющему Дается Полномочному Лицу Но если Нужно Заткнуть Трубу Ну не будешь Жить И в течение Месяца Собирать Собрание В течение Двух Месяцев Принимать Решение И только Потом Изучать Сметы А потом Через Полгода Затыкать Трубу Нужно Оперативно Решать Всегда Есть вопросы Для оперативного Решения Это первое Второе Ну как Давайте Как Сделать На самом деле Это должно Быть Все Внутри Никто Внешне Вам Внешних Коммуникаций Внутренних Коммуникаций Между Собственниками Как Вам Организоваться Снаружи Не подскажешь Это Как В семье Сколько Мне Рассказывали Про Успешные Семьи Каждая Семьи Решают Свои Вопросы У нас Между Тем Еще Один Звонок Алло Доброе утро Доброе Меня зовут Сергей Проживаю Я на улице Каунс Дом 114 У меня Вот Такой Вопрос В июне Мы дождались Ремонта Нашей Лестницы Входной Лестницы Подъезда Вот При Ремонте Этой Лестницы Инженеры Указывали Что Видимо Нарушаются Технологии И были Сомнения В качестве Использованных Материалов И вот Первый Снег Показал Что Уже Поверхностный Слой Лестницы Начинает Разрушаться Вопрос Звучит Так Можем Мы Теперь Не за Свой Счет А за Счет РНП Заказать Экспертную Оценку Проведенных Работ И Использованных Материалов Соответствуют ли Они Тому Качеству За Которые Были Уплачены Наши Деньги Спасибо Ну Не знаю Меня Поправят Я полагаю Что В принципе Если Вы Хотите Произвести Экспертизу То Скорее Всего Надо Проводить За свой Счет А после Этого Предъявлять Претензий По-моему Так Немножко Сработает Ну Должны Наверное Все уже Понимают Что Все деньги Которые Являются В РМП Все Деньги Являются Вашими Платежами Это раз И Это Безразницы РМП Или Другая Обслуживающая Компания Получается Процедура Такая Что Тот Кто Заинтересован Он Оплачивает Экспертизу Если В экспертизе Доказывается То Что Работы Выполнены Некачественно И так Далее Тогда Виновная Старна Оплачивает Эту Экспертизу Вот И все Но Изначально Конечно Это оплачивается Денег Ну Вы можете Это назвать РМП Деньгом Но это В реальность Это ваши День Которые Вы заплатили За обслуживание Которые Вы заплатили В накопительный фонд Да Ну В вашей ситуации Если я правильно Понял У вас уже Разрушение Началось И Если верить Вашим словам Налицо Ну Некачественного Некачественного Ремонта Значит Должны быть Гарантийные Обязательства У тех Кто делал Ремонт Начните с того Что должна быть Своевременно Предъявлена Гарантийная Претензия А на основании Этого Можно вообще Так говоря Когда работы Сдаются То сдаются Работы Не только Бумагой Актом Приемки Сдачи Но и Прикладываются Так называемые Декларации Соответствия Где Содержится Документация О том Какие Материалы И в каком Количестве Применялись При вашем Ремонте Ремонт Приложенные Фотографии Закон Помоги Вести От имени Собственников Квартир Все эти дела И если вы Обращаетесь В РНП Используйте Пожалуйста Документы С надежной Электронной Подписью Воспользуйтесь Пошлите Официальный Документ Ваш Официального Письменного Ответа Потому что Часто люди Забывают Сегодняшнее Дело Производстве Если ты Не запросил Письменного Ответа Я всегда Могу Сослаться Что устно Вам было Разъяснено Было Не было Это вопрос Другой Но Сослаться Могу Поэтому Попробуйте Так На самом Деле Делать Экспертизу Дело Неблагодарное Сказал Не думаю Что вы Добьете Что-то По пути Экспертизы Ну я Тоже Надеюсь Что этот конфликт Может решиться Каким-то Обоюдным Соглашением Значит Надо гарантийную Претензию От собственников Дома ГРНП РНП Несет Определенную Ответственность За то Что она Надзывала За ремонтом По вашему Поручению И так далее Начните С официального Письма Которое Зарегистрировано Или заказным Письмом Или Секретариат Подроспись Но так Чтобы этот документ Имел следы Что вы внесли Просто Электронное Письмо Ну Переписка Это не то Тут сразу Пришел вопрос А сколько Может стоить Такого рода Экспертиза Ну и как Наказать Управляющую Компанию По вине Которую Произошло Разрушение Элементов Дома Два вопроса Вы знаете Первый вопрос Сколько стоит Экспертиза Это зависит От глубины Экспертизы От и до От почти Ничего До почти Всего Ответить на так Нельзя Это первый вопрос Второй вопрос Сколько стоит Нет Второй вопрос Как наказать Управляющую Компанию Ну вот По вине Которой Если Если вам Удаст Доказать Что это Было Сделано Сознательно С целью Либо Финансовых Махинаций То есть Там Нужна Экспертиза Техническая Это еще Не все Там еще Должно Быть доказаны Злонамеренные Действия И только Тогда Вы можете Обращаться С претензией К управляющей Компании Что Управляющая Компания Заведомо Знает Что эта Технология Приведет К отрицательному Результату В целях Включения Прибыли Например Такое заключение Это почти Невозможно Я бы сказал Так Этот путь Достаточно Сомнителен Для меня С точки зрения Достижения Результат Нельзя наказать То что Можно Заставить Можно заставить Оплатить Издержки За эту Экспертизу И можно Заставить Чтобы привели То что Не было То что построено Плохо Чтобы это было Приведено в порядок Вот два вопроса Которых можно Закрыть Каким-то образом Другим образом Наказать Нереально Ну как мы ответили На ваш вопрос С этой слушателем Обращаюсь Да Практически да Спасибо большое Я еще раз напомню Что телефоны В нашей студии 67212 67212 93.9 67213 93.9 На вопросы ваши Отвечают Председатель правления Товарищества Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко И эксперт Сопотому Организацию управления Частных муниципальных Домоуправлений Айвар Гонтарев Спрашивают Следующий Тут пришли Несколько вопросов Что Неужели Причина Только в старшем Поддум Давайте сначала Примем звонок Здравствуйте Алло Здравствуйте Да Пожалуйста У меня такой вопрос Квартира То есть Была куплена Квартира Например Там 50 метров В ней был сделан Ремонт И она там Теперь Не знаю 45 метров Скажите Вот Как платить Все расходы По квартире За фактически 45 метров Уже С внутри Ну Со стенами Внутри квартиры Или все-таки За 50 метров По внешним стенам То есть Имеется ввиду Что вы поставили Вегипс И таким образом И искусственно Сократили площадь Квартир Так это подразумевает Наверное Да А кто будет платить За тот воздух За ту площадь Что между вашим Вегипсом И стенкой Вы можете сказать Да нет конечно Я поэтому и спрашиваю Ну ребят Но ответ же здесь очевиден Для здравомыслящих людей Ответ очевиден Значит Порядок Общий порядок Такой Да При инвентаризации Сейчас Когда после ремонта Почему-то инвентаризаторы Стали мерить По Вегипсу Ну Честь и хвала Но Есть такой параметр Вообще-то по закону За квартирную собственность Вы оплачиваете Свою квартирную собственность Все услуги за квартирную собственность Профессионально Идеальным долям Вашего имущества Так вот Если вы хотите По Вегипсу То вы все должны Добиться пересмотра Идеальных долей Стоит это Немеренно Сразу скажешь И когда вы пересмотрите Идеальные доли Понятно Да То есть Для того чтобы пересмотреть Идеальные доли Должно быть Стопроцентное согласие Причем Это реально Заверенное Общий договор И так далее То есть Это Вопрос заключается Очень Что пока Не пересмотрены Разделы Идеальных долей Вы платите По первоначальной Инвентаризаторской Справки То есть По идеальным долям У вас Как раз таки Идеальные доли Соответствуют Реальной площади Вашей квартиры А не сокращенной Так Ясно Спасибо большое Спасибо Да Ну и вот Возвращаясь К первому вопросу Ну тут Я не знаю Вопрос Комментарий Что у старших По дому Нет никаких прав Они сражаются С ветряными Мельницами В лице Крупного капитала И Дескать Винить во всем Старших по дому Это несправедливо Ну Во-первых Я бы хотел спросить А кто винить Это тут такая Справочка Сам себе придумал Во-вторых Ничего не зависит У меня Большие Сомнения В правильности Этого тезиса Я могу сказать так У меня Вот я уже не раз Приводил В кооперативе 11 домов Прошли полные Реновации И у каждой Реновации В каждом доме Есть свой авт Это Человек Который На какой-то Период Взял на себя Функции Поставшего по дому Организовал В доме Агитационную Работу Работу С собственниками Очень большое Значение Эти люди Имеют При принятии Решения Потому что Все-таки Соседи Соседей В мире Гораздо Больше Чем Собственники Управляющие И они Организовали Подвигнули Эти дома На реновации И сегодня Эти люди Вкушают Плоды Своего Решения Своей Организации Благодарны Тем Кто их Подвинул На это Потому что Сейчас При том Бешеном росте Стоимости Отопления В домах Где прошла Виновация Стоимость Отопления За Ноябрь Где-то 50-55 Цент Ну Сравните Со своими Считами Которые Вы получите Поэтому Роль Ставшего Дома Не Измеряется Только Борьбой Понимаете Там Где Вообще Начинается Борьба Там Кончается Работа Вот Когда Мы Ставшие По Домам Начинаем Бороться С домоуправлением Ну И Какой Вы Результат Хотите Достигнуть Это Как правило Это Борьба С прошлым Да Возможно Было Вчера Все Очень Плохо И так Далее Это Не Борьба Нацеленная На Будущее На То Чтобы Что-то Учитываться Там Где Борьба За Будущее Там Или Работа Над Будущем Там Все Получается Ставший По Домам Авторитет И В Доме Улучшение Примерно Так Если Мы Можем Так Аллегориями Сравнивать Старший Дом Это Не Боец Это Скорее Переговорщик Который Может Объединить Весь Дом И Направить Какое-то Объединенное Рост Это Не Война Ну Вот Мы Видели Пример Человека Который Был Старшим По Дому Затем Вот Он Считает Что Там Его Как бы Не Совсем Справедливо Сместили С этой Должности Вот Как Все-таки Это Выбирается Это Общее Собрание И Как Человек Становится Ну То есть Может Ли Он Вернуть Себе Свои Полномочия Которые Он Потерял И Каким Образом Я Не знаю В моей Практике Я даже Жизнь Собрания Это Не Видит Обычно Появляется Человек Приходят Ко мне Собственники Квартиры Идут Беседы Они Говорят Что Можно Улучшить Дом Им Предлагается Определенная Программа Там Есть Программа Шаг За Шагом Или Есть Комплексная Программа Разные Варианты Человек Взвешивает Свои Свои Внутренние Взгляды На то Как Должно Быть Соединяется С тем Что Мы Предлагаем Ну И Допустим Просто Говорит А я бы Хотел Чтобы Было Как Это Можно Организовать Ну Вот Таким И Таким Образом Объясняется Дается Методологическая И Документальная Помощь Шередическая Помощь Он идет В дом И организует Дом На определенной Он сам Определяется Он ищет Поддержку В доме Он сам Пробивает Эту Вещание Как правило Это так Если человек Приходит И говорит Я не буду Спорить с тем Что ремонт Плох И дорогой И так далее И вот Давайте Мы накажем Домоуправление Ну Абсолютно Звучит Шикарно Людей Поднимают Легко Потому что Наказать Мы все Ура Но Фактически Это никакого Результата Не даст Поэтому Здесь Не знаю Трудно Есть Дома Которым Предлагает Управляющий Давайте Делать Общую Реновацию В этом Случа Должны Быть Определены Доверенные Лица От дома Потому что Работа Масштабная Она Крупная И Тогда Нужна Какая-то Форма Организации Поэтому И как правило Еще Что я заметил Старший По дому Так называемый Вот у него Есть У него Появляется Запал На какой-то Определенный Вопрос Он его Доводит До конца Я вот сталкивались Мы с такими Людьми Которые Нам это Домоуправление Не подходит Мы хотим Перейти в Другой Уйти от этих Критик Как только Эта цель Выполнена Они сами Отходят Должны появиться Новые люди У которых Есть другие Цели И да Это часто Бывает Ну вот Еще Тут Не знаю У нас буквально Осталось Две минуты Три минуты Управляющая Компания Может Ежедневно Снимать По 500 евро Без актов Без отчетов Без согласований Потом не дает Ничего проверить Ну то есть Это То ли Утверждение То ли вопрос То ли Описание Ситуации Которая Появилась Может ли Действительно Так вот По 500 евро Ежедневно Это получается Простите Какие-то Сумасшедшие Уже Суммы В месяц Это я не знаю О чем идет Вещь Что значит Может Снимать Мы постоянно Получаем И тратим День Функции Это опять Нарушение Потому что Я обязан Вам Предъявить Все Единственное Что не просто Так Что вы пришли Ко мне Сегодня С утра Вышел С собачкой Погулять Зашел Которую Покажи Ко мне Документы За прошлый Так Не работает Надо Соответственно Обратиться Предупредить Что вы хотите Особенно Сейчас Пандемия Что вы хотите Ознакомиться С определенными Документами Желательно Перечить Или разделов Документов Самих документов Согласовать Время Своего визита Вам обязаны Какой смысл Скрывать От вас Эти документы Не знаю Ну что же Смотрю Действительно Время Уже У нас Завершать Программу Я напомню Что сегодня На ваши вопросы Отвечали Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартиры Председатель кооператива Бака-2 Сергей Сидорко И эксперт С опытом Организации Руководства Частных муниципальных Думоуправлений В том числе И РНП Айвар Гонтарев И еще раз Может быть По поводу Старших по дому Можно найти В гугле Адрес В гугле Набираете Бака-2 И выскакивают Координаты Сайты нашего Кооператива А там найдете Мои ретронные почты Напишите Свои пожелания Свой адрес Свой контакт Это Ну для тех У кого Для старших По дому У которых есть вопросы И нерешенные Которые хотели бы Может быть Эти вопросы решить Ну За рамками Может быть Нашей программы Спасибо огромное Говорим нашим экспертам И до встречи В следующий понедельник Всего доброго Всего доброго Слушайте Радио Болт